Четырехчасовая пресс-конференция, проведенная президентом Азербайджана для местных и иностранных журналистов, запомнилась ответами не только на актуальные для Азербайджана вопросы, но и на вопросы региональной повестки дня. О главных аспектах встречи главы государства с мировыми СМИ мы поговорим с исследователем по международному управлению Ахмедом Алили. Сейчас мы подключаемся к Ахмеду Алили на прямую связь. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в ходе пресс-конференции были даны ответы на порядка 50 вопросов. Как информационная открытость президента по отношению к СМИ повлияла на ситуацию в регионе? Какую роль играет сегодня в доведении правды до мировой общественности? Это мероприятие, которое дал начало очень важным методом развития Азербайджана в том направлении, чтобы обеспечить европейское сообщество с информацией, которая отражает азербайджанские нарративы. А очень долгое время Армения думала, что вот в этом плане у него есть преимущества, он может работать с разными группами интересов в европейских странах, таким образом настроить общественное мнение в европейских странах, таким образом, чтобы оказать давление на депутатов, на глав стран, и вот таким образом добиться желаемого для себя результата. А вот сейчас получается так, что президент Алиев, он начал такую кампанию, которая сильно ослабит позицию армян в этом направлении тоже, и мы думаем, что вот этот процесс будет продолжен разными экспертами из Азербайджана и представителями гражданского общества, и таким образом, я думаю, что вот добьемся того, чтобы в европейских странах, особенно на уровне гражданского общества, на уровне экспертных обществ, будет очень много информации из Азербайджана тоже. И, естественно, это поможет тому, чтобы европейские страны получали более балансированный поток информации из Азербайджана и из региона. Но, как я сказал, это начало, я думаю, что вот в этом плане это продолжится, и вот у президента Азербайджана, он последние два года, он ведет кадровые перестановки, появились очень многие новые кадры в правительстве и администрации президента, и они вот более направлены, все их усилия направлены на то, чтобы работать с европейскими аудиториями и добиться определенных результатов. Надо учитывать один очень важный факт, что между правительством Азербайджана и правительством европейских стран, мировых стран отношения всегда были на высшем уровне, но вот сейчас мы уже начинаем работать с разными группами интересов, с разными социальным агентами в разных европейских странах, американских странах и других странах мира. В ходе пресс-конференции было затронуло множество вопросов. Глава государства вновь продемонстрировал позицию Азербайджана, рассказал о будущих приоритетах развития государства и региона, сказал о том, что Баку, Анкара, Москва и Тегеран вступают с единой позицией по будущему региональному развитию. Как это развитие может осуществляться, и может ли Армения в перспективе стать участником договоров о сотрудничестве в регионе? Да, вот то, что происходит сейчас в регионе, в США, я вот... Вы отметили. Алло? Да-да-да, вас слышно, вы можете говорить. Да, вот то, что сейчас происходит в Армении, Грузии, это показывает на то, что и в регионе настал время, чтобы создавать региональные платформы, и вот когда мы все эти вопросы обсуждаем с разными представителями экспертного сообщества из разных стран, из США, из Европы, из других стран, а видно, что они тоже это понимают, что вот надо создавать определенную региональную платформу, в которой и Армения, и Грузия, и Азербайджан, они могут участвовать и добиться того, чтобы у них было устойчивое развитие, экономическое развитие, политическое развитие и, естественно, социальное развитие. То есть без интеграции нашей экономии, то есть экономии Армении, Грузии, Азербайджана, добиться устойчивого развития будет очень-очень сложно. И этот вопрос стоит намного остро перед Арменией, и чтобы добиться развития в регионе, они должны, в Армении должны понимать, что рано или поздно региональные платформы, это единственный выход для них из сложившей ситуации. И то, что сейчас происходит в армии Армении на улицах Еревана, это явно показывает и армянам, и всему мировому сообществу, что надо двигаться в этом направлении, надо создавать региональные платформы. Большое вам спасибо за содержательные ответы. Я напомню о главных аспектах встречи главы государства с мировыми СМИ. Мы говорили с исследователем по международному управлению Ахмедом Алили.